И вот это место для меня круче, чем что-либо в городе Магнитогорск. Дело в том, что здесь, там, где оконцовочка улицы Советской Армии, мы и обучались. С 1988 года я собирался летать на самолетике. Здесь это было, в Доме обороны. Затем уже в 1989 году я здесь получил свои права. И в итоге, представляете, сколько времени у меня права-то есть. Но сегодня, сейчас, здесь мы хотим вам показать, что есть места, где вы можете поменять автомобильную резину, причем сделать это круглосуточно. А еще, а еще отрегулировать развал схождения, потому что здесь есть замечательный трехмерный стенд. Особо, конечно, приятно было для меня посетить места, в коих я пробыл почти два года. Конечно, все поменялось, но мысли-то остались. Когда-то мы сюда ходили пешком от Карла Маркса. А я-то и шел за тем, что мне-то и было нужно. Но люди-то разлетелись, а у меня все осталось. Если бы сейчас все вернулось, то никакого телевидения мне и не надо. Да потому что меня зовет небо. Но сегодня про телевидение. Да, рухнуло то, что вызывало понятие стойкости советской державы. Но в боксах появились то специалисты. И мы сегодня поговорим о боксе 33. Тем более, что здесь требуется шиномонтаж. Очень необходимая штука, учитывая то, что у нас колеса не всегда бывают хорошие. И вообще, если честно, то такое же получается, на новых дисках заехал куда-то, да, и все. А вы же можете это сделать. Да, в принципе, в городе я видел всякие разные диски от 13 до 22 дюймов. По крайней мере, мы здесь делаем это все. Причина повреждений, ну, это наши дороги, во-первых. А вообще, если вы так подумаете, вот вы ездите, да, и вдруг вы не понимаете, что колесо начало биться. Наверное, все-таки диск надо поправить? Да. В первую очередь надо смотреть колеса. Если какой-то дискомфорт появился в руле или, ну, какой-то это, вибрация в салоне появилась. В первую очередь колеса, конечно, надо посмотреть. Ну, в основном все или из-за резины приезжают, потому что резина плохая, или диски гнутые. Вот. Гнем диски литые, железные, простые штамповки. Диаметр, ну, в принципе, вот, что я могу сказать по стальным дискам. Вот пока у нас один единственный в городе, который берет большие размеры стальных дисков прокатывает. Литые диски, ну, 22, от 13 до 22. А если мы обратим внимание вот на этот замечательный стенд? Дело в том, что не каждому дано, но кое-кто может сделать, допустим, и рамфлет. И вы рамфлет делаете? Да, да, объясняю. Потому что есть шиномонтажные станки. Вот этот шиномонтажный станок с третьей лапой. То есть он может делать рамфлет. Рамфлет – это резина, которая низкопрофиля. Ну, невозможно без третьей лапы сделать. У нас все это делается очень легко и просто одним человеком. Если где-то в других шиномонтажках там целые бригады все делают это все, у нас один человек справляется с этим все. Очень быстро и качественно. А если мы поговорим о том, что все-таки снег-то скоро, то, может быть, и те, кто ездит на рамфлетик, вам приедут? И все это может быть сделано еще и не только утром, днем и вечером, а может быть и ночью? Добро пожаловать. Как раз усилие сейчас будем делать на круглосуточный шиномонтаж. Чтобы человек быстрый и качественный. И уехал от нас с довольным. То, что поразило, это здорово. В мыслях-то и у меня небольшие станки. Но пока то мозги. Поправим их и сделаем. Да потому что это нужно. Я, конечно, понимаю город, в котором процент заполнения трамваев пока только в дни, когда самый ленивый работник комбината ездит на ЖД. Но это так. И от 5 до 20. Да и нафиг это нужно. Да потому как именно все это гнется на дископраве. Да после того, как колеса, на которых вы ездите, и после того, как они коцнулись на трамвайном переезде, они, естественно, гнутся на дископраве. Естественно, большинству автолюбителей трамвай-то нафиг не нужен. И большинство-то увеличится, потому как и бабушки сейчас замечательно катят на машинах. Но это пока. И поэтому только дископрав. А в остальном-то клево. И пока я трясся над написанием этого сюжета и последующим монтажом, здесь легко меняется комплекта в 5, а то и больше. Мы видим за вашей спиной 3 совершенно новых стенды по шиномонтажу. Я, конечно, понимаю, что на улице середины ноября месяца, и пока снега-то и нет. Но надо понимать, что рано или поздно снег-то будет. А человеку что надо сделать? Нужно, во-первых, переобуться, подготовить автомобиль к зиме. В нашем автосервисе предоставлены по шиномонтажу данный станок дископравный. То есть мы на нем правим диски. Также есть балансировочные станки. Ну и станки для шиномонтажа. Также на этих станках мы можем ваш автомобиль полностью подготовить к зимнему периоду. И устранить на дисках неисправности или дефекты, которые вы получили на ямах, колдобинах и прочих. А если мы скажем о том, что вот сейчас, допустим, скоро настанет время, когда очень быстро необходимо будет колеса поменять. Сможете вы поработать круглые сутки? Почему нет? Главное, что вы приезжаете, мы все делаем для клиентов. А куда приехать? Приехать территорию Адасааф, Советская Армия 55-1. Вот так вот. Центр города и работа в 24 часа. Да и кто бы сказал, как это клево. Тут, кстати, на весь период, если, конечно, вы не хотите тусоваться вместе со своей машиной, можно и шашлычка, и чаю. И, естественно, даже ночью. Здесь шедевры классики. И почему бы не приехать-то сюда? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok